Приветствую вас! На мой взгляд, имеет место быть довольно необоснованная попытка эмоционального вовлечения вас в отношении чисто рыночные и в отношении чисто деловые. То есть вы хотели купить вещь у этого продавца. Додавец, скорее всего, или пообещал уже другим покупателям, что вещь пролина и не хочет теперь, значит, очищать на себе последствия упущенной выгоды, что иногда бывает. Либо он уже сделал какие-то заплаты, которые были необходимы для того, чтобы, значит, эту вещь вам достать. Либо у человека просто такие вот взгляды на жизнь, ну, по большому счету, морального плана, которые позволяют ему, ну, вот так себя с вами вести. И надо сказать, что подобная концепция не является сколько-нибудь правильной. Потому что, как вам сказал мой коллега, вообще, ситуации бывают разными и не всегда получается сделать так, как нам хотелось бы, и так далее. Поэтому продавец пытается вызвать у вас, вот, на мой взгляд, такое вот чувство вины, я бы сказал, за то, что вы не приехали навстречу, поступает по отношению к вам недостаточно хорошо, недостаточно корректно, недостаточно человечно. Именно с точки зрения, опять же, с точки зрения деловых отношений. Я хочу, чтобы вы вот это вот постарались понять, что есть с точки зрения деловых отношений, есть с точки зрения, там, моральных и эмоциональных отношений. Это немножко разные вещи. Вот. Вы спросите, что в такой ситуации делать? Значит, для начала вам нужно самому для себя определить, как вы можете поступить в этой ситуации. Что вы реально можете сделать в этой ситуации? Как вы реально можете, значит, себя в ней повести? Вы можете назначить продавцу другое время, другое, так сказать, место встречи, пообещав ему, например, например, скажем, некий процент за то, что вы, например, его задержали. Ну, например, опять же, например. Вы можете просто сказать ему, что, прости, так получилось, ничего не могу поделать, но форс-мажорные обстоятельства нельзя никогда вписывать со счетов. Они всегда могут случиться. Это абсолютно нормально. Вот. И то, что продавец не считает вот это чем-то уважительным. То есть, если продавец не считает, что вы можете действительно попасть вот в такую ситуацию, да, в ситуацию, когда вы не успеваете, это он думает, к сожалению, в большей степени о себе, чем о вас. И опять же, нужно понимать, что это его право. Это его право так думать. Его право так думать, его право так считать. Я вам даже больше скажу. Его право требовать от вас того, чтобы вы обязательно присутствовали тогда, когда он, ну, с вами договорился. Это все действительно его право. Но, говоря о его правах, мы забываем о ваших. И вы забываете о своих. У вас ведь тоже есть своя субъективная страна. Поэтому не стоит поддаваться на попытку привить вам чувство вины. Это манипуляция продавцом, осознанная или нет для того, чтобы получить от вас то, чего он хочет, чтобы не упускать свою выгоду. И если вас, например, если вам неудобно перед ним, если вы считаете, что вы поступили плохо, предложите ему возможные варианты компенсации, как я вам уже сказал. Но не позволяете себе быть чрезмерно вовлеченным в отношение такого типа. Вам это, еще раз хочу сказать, что вам это абсолютно ничего хорошего не принесет. Кроме, пожалуй, только того, что люди будут вас использовать больше, чем, ну, больше, чем это, например, позволительное для них больше, чем это полезно для вас, больше, чем, ну, больше, чем мы используем друг друга в обычной, в обычной, как бы, жизни. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он вам оказался полезным. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.